Алло. Алло, на тот что-то звонок не проходит. Да ты что? Не могу никак. Долблю, долблю, уже на этот решил позвонить. Потому что он таджикский, да. Ну, в принципе, я сейчас взял новый номер еще. Его еще никто запилинговать не успел. Я думаю, не. Тем более там, наши вообще там нет. Ну да. Я здесь больше опасаюсь этих больших. Они, в принципе, у них достаточно средств технических. Да. Ну, ничего, сейчас с Маке еще разговаривал, с младшим. Ага. Приехал он? Нет. Он мне СМС-ку прислал. Он мне СМС-ку прислал. Если что, позаботься о моих детях. Я говорю, ну ты кончей хуйней занимать. Да. Ты что вы говорили? Скис, да. Скис, да. Надо было выбираться оттуда давно. Да, да. Да нет. Нормально. Дай бог, завтра вывезу. Да, вроде надо. Я занимаюсь, занимаюсь. В общем, по этим выборам. Там вот все-таки помнишь, вот Ица, вот такой Рыбеп еще был наш, который потом слился же с Арджелом, правильно? Ага. Или вот новую же мы никак не можем. Ту Арджеловских. Просто новую лица надо сделать побольше там. Почистить, наверное. Да? Ну вот смотрите. Да. Сейчас, во-первых, я что думал сделать, если это технически реально? Найти человек, ну, 500, да? Таких. Ну, таких. Алло, слышите, да? Да, да, да. Ага. Человек 500 таких ебанатов найти, да? Среди которых? Среди которых человек 10 говорящих. Чтобы? Они пришли, зашли в Белый дом и сказали, вот теперь мы, Временное правительство, и начали декреты хуярить. Так. Понимаете? Им не надо занимать там круговую оборону и сидеть там 25 дней. Им просто зайти? Объявить, выпустить несколько декретов. То есть тогда? Тем самым мы вот этих, да? Еще больше. Слушайте, да? Да, да, да. Мы их еще больше опускаем. Тогда вопрос. А чем это Временное правительство легитимнее того? Просто, знаешь, они в разных местах сидят. В Небелом доме. Это дура съезд в Бенобороне. Нет, нет. Да и не надо. Вот всем зайти в одно здание и сказать, вот мы теперь в правительство, нахуй, вот вам декрет о власти, о земле, о мире и еще о чем-нибудь. Понимаете? И на весь мир об этом прокричать. И все. И уйти. Да. Тогда, понимаете, нам сейчас не надо думать о парламентских выборах, да? Потому что мы тогда попадаем в их поле, мы начинаем играть по их правилам. И мы там проиграем. Да. Конечно. Нам надо сейчас две вещи делать. Первую вещь. Это их всячески дезавуировать и делегитимизировать. А вторую вещь держать постоянный кипиш. Чтобы постоянно что-то, кто-то бузил. Да. Вот две вещи. И говорить, что легитимность только один человек. Вот когда он введет все в легитимное поле, вот тогда это будет легитимным. А ваши все выборы, это все хуйня. Это надо вот так ему говорить, да не нахуй ваши выборы, что это за выборы такие, блядь. А если мы пойдем в них участвовать, это значит, что мы их признали и еще и проиграем. Ну да. Понимаете? Шансы 50 на 50, наверное, будут, да? Это ловушка. Это ловушка стопудовая. Да. Потом сейчас там этого. Сейчас вроде двигаем пармоша на министра. Так. Такая схема пошла тоже. Ага. Если двинуть пармоша на министра, и тогда можно потом, допустим, сделать такой шаг, что, извините, а вот, блядь, МВД нахуй говорит только о легитимной власти. Ясно, ясно. Вот, кого-то здесь, как бы, вот, перекупить бы, да? Чтобы, чтобы, расколоть бы, хорошо было бы. Они там, в принципе, да, в межбардаке. Вот, вот, смотрите, там что получается. Феликсу они дали миллион, русские. Ага. Они его хорошо. Здесь сказали, давай, мы тебя поднимем, вот, стильно. Они алмазу дали, здесь тоже. Слышу, слышу, брат. А, они Сарееву тоже дали. Как вы, как вы думаете, Атамбаев, Сареев, Кулов, у них один и тот же электорат, правильно? Да, трое с одного региона, да. Они трое с одного региона, и один и тот же электорат, двое из них Солто, один, там, блядь, этот, Катай, нахуй. Они же это для чего делают? Чтобы они сейчас начали рвать между собой, правильно? Да, да. А нам в эту... Тем более непримиримы они. Они, да, да. А нам в эту мельницу, зачем сейчас голову вставлять? Да. Я что сейчас думаю делать? Вот сейчас мне надо, главное, первым делом отвоевать каналы. Зайти на каналы. Потом. Я начну с ними, со всеми, переговоры вести. Я им также всем буду говорить, что я тебя поддержу. Кстати, они Тикибаева борцуют. Я с Тикибаевым начну переговоры вести. Скажу, вот деньги дадим. Давай, мы тебя сейчас пиарить будем. Причем наши каналы начнут одного из них специально пиарить, а других хуесосить. А от твоей имени будут? А от твоей имени будут или в другое что-то будет? Ну, мы подумаем. А почему? Открыто от моего имени, что? Они же знают, они же думают, что я единственный, кто может из внутри бабки дать, правильно? Больше никто же не может. Там ни у кого больше нет. Я конкретно скажу, да я нахуй, весь ресурс на тебя направлю, блядь, все нахуй, всех закопаем. Да, и условия как бы поставить, да? Да, я поставлю реальные условия, абсолютно реальные. Понятно. Чтобы это было правдоподобно. Ну да, чтобы они провели то-то-то-то. Причем жесткие условия поставлю. Скажу, нахуй, это, 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 эту. Блядь, свободу Анжели Дэвис, нахуй. Да, 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 да. Смотрите. Вот такие вещи я буду говорить. Пускай, понимаете, у них там и так сейчас бардак и хуйня происходит. И так уже всем это надоело. Пускай они сейчас сцепятся между собой. Сейчас, если мы начнем Аджел раскачивать, или вот этот РББ, это все будет ну, заведомо проигрышная хуйня. Да. Они же быстро заклеймят, ярлык навесит, скажет, да, это вот они, блядь, недобитки, туда-сюда и все нахуй. Здесь, понимаете, и русские, они не хотят парламентскую республику. Там, они знают, что это бардак будет. Конечно, конечно, конечно. Им нужен один человек, 100% свой, управляемый, контролируемый, который эту ситуацию будет держать. И делать, что они скажут. Понимаете? Поэтому это очень такая, как вам сказать, они играют. Вот то, что сейчас происходит, это не завершающая фаза. Потому что, я думаю, они всех этих временное правительство сдадут, они их сольют.